Всем привет! С кем не знакомы, меня зовут Алиса. Я блогер и предприниматель. Сейчас я нахожусь уже в довольно долгом путешествии по Азии. И в этом видео я расскажу вам про путешествия в северную часть Бали. Итак, два месяца практически с небольшой отлучкой на Улыбату я прожила на вилле в Убуде. И пришло время двигаться дальше. И мы решили поехать на север. Но хочу немножко рассказать вообще, что я подразумеваю под севером Бали. Дело в том, что все в основном всегда живут в Убуд, Ченгу. Но Убуд это уже почти центр острова. Выше люди иногда ездят посмотреть, но редко именно там живут. Мне всегда было интересно. Мы туда ездили, скажем так, эпизодически. И на этот раз мы поехали не просто на север, мы поехали на северо-запад и на северо-восток. Вообще, самая дальняя часть, пожалуй, дальше всего от самых туристических частей, это северо-восток. Потому что там такой остров вытянутый в ту сторону. Туда ездят, чтобы посмотреть дельфинов. И оттуда отправляются паромы на большой остров Ява. Мы туда поехали, но расскажу сейчас в этом видео, собственно, как это было. Основное отличие от центра острова. То, что там очень зелено. Я считаю, что обязательно нужно, если не с ночевкой, то хотя бы просто съездить в глубину острова и полюбоваться этими красивыми просто зелеными видами. Если говорить про северо-запад, у меня проблема с северо-юг-запад, про северо-запад, то там немножко отличаются местные жители. Там, мне показалось, больше процентов мусульманского населения. Но все равно чуть-чуть другой вайб. Хотя ничего там супер особенного, пожалуй, не было. Но посмотрите сами в этом видео и решите, стоит ли ехать или нет. Конечно же, наше путешествие началось с дождяло. И нас дождь вообще преследовало довольно много раз в поездке на север. Сначала мы остановились вот в этом кафе. Вы можете просто туда съездить, даже если живете, например, в Чунгу или в Убуде. И как раз-таки по дороге полюбоваться природой. Ну, и полюбоваться, собственно, видом из кафе. Там также есть отель, но он, честно говоря, так себе. А вот само кафе, вид очень прикольный. Первая наша остановка – это бамбуковый дом. Чуть дальше покажу вам обзор дома и расскажу вообще про бамбуковые дома. С ними вообще все не так просто. Расскажу, как мы там оказались и почему. Вот такой вот скромный завтречек входит в стоимость на выбор. Либо панкейк, либо омлет, либо чай, либо кофе. Но фрукты всегда присутствуют. Это гора цветов, которую я засуну потом в ванну. Посмотрим, что из этого получится. Здесь на территории несколько домиков. Таких прям супер простых. И только наш. Ну да, и кто-то сушит здесь белье именно сейчас. Что вообще по поводу этих бамбуковых домов? Я считаю, что в доме открытого типа, а бамбуковый дом, он всегда открытого типа. Даже если он стоит 400 долларов за ночь, а в основном они так и стоят. Я считаю, что здесь все равно ты не будешь чувствовать себя прям на релаксе. Потому что все равно насекомые, там дождь, ветер, что-то еще. Поэтому платить дорого я не вижу смысла. Но разочек пожить в таком домике я считаю прикольно. Например, душ. Просто вот так вот под открытым небом. Прикольно. И прикол в том, что эти бамбуковые дома, сначала мне было на них пофиг. Потом я стала их видеть просто везде в Инстаграм. Конечно, мне уже стало интересно. Захотелось в таком пожить. И они все забронированы просто на месяцы вперед. Реально на месяцы. То есть все, что есть там на Airbnb такого, скажем так, популярного. То, что ты видишь у других блогеров, оно реально... Ближайшие даты там, я не знаю, в июле, в августе. Вот спальня на втором этаже. И мне очень нравится вид. Потому что вид просто реально на джунгли и на бамбук. Ну вот. И я такая думаю, ну и фиг с этим домиком. Ладно, раз их нельзя забронировать. Еще они такие дорогие. Типа мне некомфортно жить в таком доме. Так просто пофоткаться ради опыта заплатить 400 евро. Ну перебор, на мой взгляд. И, короче, я совершенно случайно тыкала на букинге и увидела вот этот вот отель. У них на заглавной картинке стоит фотка этого домика. Бэйби, better be on a video in a normal. Ну короче, да, я лазила на букинге и увидела этот дом, отель. Но там вздавались самые обычные комнаты. Они прям страшные очень. Там чуть ли не от 10 евро за ночь. И я просто на удачу потыкала на разные даты, на именно вот этот единственный на территории бамбуковый домик. И он был свободен. Получается, я забронировала его день в день. То есть утром забронировала, днем мы заехали. Скорее всего, кто-то просто отменил бронь в последний момент. И у нас стало 40 евро за ночь. Он как бы, да, более простенький, там без бассейна и так далее. Но есть что-то для экспириенса жизни в бамбуковом доме очень даже прикольно. Намного лучше, чем 400 евро. Так что на всякий случай внизу его оставлю. Вот. Ну и имейте в виду, если вы очень хотите вот такой опыт, то прям сильно заранее ищите эти домики и бронируйте. Потому что там даже, наверное, за месяц уже выбор сильно ограничен. Особенность этого бамбукового домика в том, что хозяин, он местный. И у него очень простой гейст-хаус. Но он построил сам, как я поняла, вот этот бамбуковый дом. Он сказал, что он чуть ли не единственный на острове местный владелец бамбукового дома. Потому что обычно их строят иностранцы в туристических целях. И он очень хочет у себя на территории построить еще один дом. Более интересный. В принципе, я советую к посещению даже вот этот домик как опыт. Но из минусов то, что вот лично мне все-таки вот эта жизнь в джунглях, она как бы не суперкомфортная. Полотенца такие, немножечко местами плесенью пахнут. Спать не могу сказать, что суперкомфортная кровать. Вот это разноцветное белье. Но вот такие минусы для меня прям минусы. То есть больше одной ночи я бы точно там не хотела оставаться. Но чтобы сделать вот красивые фотки в ванне и получить вот этот опыт, рекомендую. Ссылки, конечно, будут внизу. Кстати, я для себя собирала список самых красивых отелей вот в таком бамбуковом стиле, бамбуковых домов. Этот список у меня сохранен, я его добавлю в гайд по Бали. Я сейчас доделываю буквально вот последние странички. Ссылка на гайд будет под этим видео. В этом гайде просто все. Маршруты по острову, какие места посмотреть, что нужно знать перед прилетом, какие правила въезд. Ну вот просто вообще все, что вам нужно знать про Бали. Поэтому переходите по ссылочке под видео. Короче, днем это обычный вроде район, такая деревенькая. Ну там какие-то магазинчики есть и все такое. Супермаркетов особо нет, потому что на Бали вообще больших супермаркетов мало. И в 9 часов Кемин захотел есть. Мы выехали, и просто вокруг ничего нет. Все темно, все закрыто. Жутко холодно, стрёмно. Хорошо, что здесь не одна. Но мы нашли какую-то кафешку, которая до 10 работает. И тут здесь ни слова по-английски в меню. Собачка на меня смотрит, какими у меня глазки. Ни слова по-английски в меню. Надеюсь, мы ели не такую же милую собачку. Вот, но очень много местных сидит, поэтому мы думаем, что безопасно. После того, как мы говорим, что не страшно с тобой, почему ты чувствуешь так плохо. Мы не знаем, почему. У нас вообще всегда все идет через одно место. Изначально у нас был просто один отель. Я, кстати, оставлю вам даже ссылочку на него. Он довольно популярный, с очень красивым видом из бассейна. И находится он как раз-таки на северо-западе. Мы должны были просто поехать туда. Это было все наше путешествие на северо. Но в последний момент мы отменили бронь. И получился у нас бамбуковый дом. Потом еще один отель на востоке. Дальше у нас должен был быть кемпинг с видом на горы. Очень мне хотелось. Я терпеть не могу кемпинги, друзья. Потому что все о детстве. Я таскалась по палаткам. И во взрослой жизни я уже поняла, что у меня это вот здесь. Но мне очень хотелось кемпинг с видом на вулкан Батур. Я нашла такой кемпинг. Причем, кстати, не могу сказать, что он супер дешевый. И дальше один отель, собственно, с северо-западе. Следующий отель все-таки отель. Не бамбуковый дом. Смотрим. Я поняла, что нужно снимать, короче, все сразу. Потому что если я думаю, что я сниму потом, я, конечно, снимаю. Но эффект получается уже не тот. Без эмоций. Так что сразу делаю обзор на комнату. I need to do video now, because when I do it later, it's not cool. It's always better when I do. Okay, so I take off everything. And it's pretty dark inside. I will not cut it, baby. I think I did a booking for a free upgrade, потому что... Потому. Потому что это booking. Oh, это уже мой любимый фрукт. Did you try it? No, I don't want to. Yeah, you need. You don't want to be in a video, but for now, you in every video, you're just in a stupid position. What are you doing? No way. Так, отдельно душ. Ванна. Вот эта зона, кстати, красивая очень. Очень милые фонарики. What are you doing? You try to find the food already? Just like the wind. She slipped through my figures. Yeah. Just like the earth. And he fell away. Так как отель с очень красивым видом, действительно, дам вам небольшой обзор, потому что, может быть, кто-то захочет сюда поехать. Из плюсов, это, конечно, вид из бассейна. Очень классный. Номера тоже хорошие. Кровать мягкая. Хорошие подушки. Цена привлекательная. У нас получилось 60 евро за ночь с завтраками. Про завтраки сейчас тоже скажу. Но из минусов или не минусов, не знаю, как сказать. Это одно здание. Вот оно за моей спиной. Получается. Оно идет, как бы, к морю. И в одну сторону выходит дверь и окна первого этажа, а в другую сторону второго этажа. То есть все. Одно здание. И в конце вот этот участок с бассейном. Бассейн не очень большой. И, ну так, сейчас 8 утра, и половина лежаков уже занята. То есть, как бы, лежать, наслаждаться, ну, получится вместе с другими людьми. Поэтому это нужно понимать. Также есть дети. Бассейн маленький. Соответственно, из детьми становится сразу сумно. Из минусов. По поводу завтраков. Завтраки по меню. У меня шведский стол, потому что мало людей. В плане отель загружен прилично очень. Я думаю, что практически полностью. Но сам по себе он маленький. По меню можно выбрать два блюда. Напиток. Напиток только кофе. Вот этот местный. Типа фильтр кофе. Никакого эспрессо. Там капючин и так далее. Ничего такого на выбор нет. Ну, вид однозначно того стоит. Но надолго я бы здесь не стала останавливаться. Мне кажется, что надоест вот этот кропат. И, кстати, вроде бы сюда можно прийти просто как в ресторан, полюбоваться видом. Мне кажется, что это тоже хорошее решение, если вы где-то поблизости. Ну, и еда довольно-таки неплохая в ресторане. Я как будто бы немного отвыкла говорить по-русски. И говорю очень медленно, так будто бы лениво. Но еще потому, что сейчас очень нутра, конечно. Это называется хлебная корзиночка. Ну, и яйца бенедит, конечно. Thank you. Я забыла здесь зарядку благополучную. Заехала через два дня. Зарядку они сохранили. В тот раз... О, смотрите, какая-то прикольная. В тот раз шел дождь. Я думаю, что сейчас будет видно, но нет. Yes. One second. Здесь просто гора обычно. Но очень классно. И с кемпингом все-таки, видимо, не судьба. Потому что мы приехали... Как приехали? На гугле есть точка. Есть поворот с дороги. Это просто какая-то ужасная каменистая дорога. Мы несколько раз пытались найти нечто другое. Но такой прям дикий оффроуд. Я бы сама на байке туда даже не сунула. Сдвоем, как бы, Кевин за рулем. Мы поехали. Но это было просто дичь. И самое-самое смешное, что мы ездили по этой дороге минут 20. Нам повезло, что мы не пробили колесо, ничего. Но мы не нашли этот отель. Кемпинг. То есть я его как бы издалека вижу, а въезда нет. И меня, короче, это жутко выбесило. Я еще представила, что мы устали. Что мы не ели. То есть нам по этой дороге пришлось бы вернуться в цивилизацию. Потом вечером вернуться. На следующее утро ехать на север. И мы, короче, психанули, скажем так. И поехали сразу туда, прям на северо-запад. Тот отель, в котором мы должны были жить дальше. Просто забронировали еще на одну ночь. В общем, с кемпингом у нас не срослось. Поэтому рекомендовать. Но ссылку давайте я вам тоже оставлю. Рекомендовать его я вообще не могу. Но посмотрите, просто это красиво. И есть вообще всякие глэмпинги. Опять же, добавлю все отели, которые я вот присмотрела. Не все успела посетить. Но которые мне точно кажется хорошие. Потому что там знакомые были. Тоже все это будет в гайде по Бали. Продолжение следует... Еще самое смешное, то, что дальше мы не нашли этот кемпинг. Плюнули, решили ехать дальше. У нас кончился бензин. Мы просто в какой-то горе. Начинается дождь. Потом был вообще туман. Сейчас покажу. Ну, короче, это был какой-то сюр. Очень получилось, что в этот день мы были в дороге 4 часа в общей сложности на байке. Ну, мы уже привыкли. Как-то не могу сказать, что даже прям супер. Но вообще больше часа на байке ехать уже довольно тяжело, имейте в виду. Поэтому 2 часа и подряд. Это для продвинутых пользователей. 4 часа в день. Это вообще уже прям тяжело физически. Как минимум болит спина. Если кто-то вдруг обратил внимание на фон, хочет сказать, а где этот такой красивый пляж. Друзья, я просто уже на Филиппинах. И обязательно будут видео про Филиппины. Потому что это суперинтересно. Но я монтирую в хронологическом порядке. У нас с вами еще будет север Бали в этом видео. Ну, сапинида. Может быть, один влог с Бали. И дальше у нас с вами уже будут Филиппины. О, это так мягко. Это так мягко. Мягко, мягко. Как вода на лице. О, это так странно. Этот номер называется Гарден Студио. У меня есть подозрение, что он вообще один здесь. Потому что вон этот другой корпус. В нем, мне кажется, 4 или 6 всего лишь номеров. И есть подозрение, что они все называются Севью. Но это покажу позже. Так как был небольшой клининг, надо побыстрее снять. Номер большой. Потолки очень высокие. Но, конечно, из-за белых стен немного пустовато выглядит. Но это так, если придираться. Вообще, в целом, довольно прикольный интерьер. Очень мне понравилось, что живые цветочки стоят. Огромный стол. Диван. Тоже удобный. И на вид, не знаю, либо новый, либо чищенный. Да, вы помните, у меня пунктик на чистоте. Поэтому я обращаю внимание на такие вещи. Из очень забавного. Смотрите, здесь есть подборка DVD-дисков. Причем, кстати, подборка довольно неплохая. Ммм, смотрите, на каком диске я открыла. Интересно. Я думаю, мы не пробовали, но, мне кажется, надо попробовать. Я даже не знаю, когда я последний раз держала в руках DVD-диск. В холодильнике даже есть что-то вроде мини-бара. Дрикольно, что холодильник такой стайловый. Там было пиво, водичка, кока-кола. Ну, так, по необходимости. Есть, ну, вроде мелочь, но прикольно, что есть книги. Еще смешно, что я хотела перечитать девушку с татуировкой дракона. Я читала ее очень давно. Прям очень давно. Лет 7-8 назад. Здесь она есть. Ну, конечно, по-английски я не сильно пойму, но можно начать хотя бы. Смешно, что в прошлом домике у меня было много книг. Много странных книг тоже. И один раз я увидела, что там стоит книга на английском. Дракон с татуировкой девушки. Я так думаю, господи, я даже боюсь представить, что это такое. Ну, чай. Чай здесь везде так себе. Только в пятизвездочных отелях будет что-то, кроме Липтона. И то, наверное, не всегда. Но даже какой-то вот кофе имеется. Что еще из интересного? Ну, здесь вроде ничего. Ванная комната. Огромная просто. Это окно, оно в никуда. Ну, немножечко такое все под обшарпанное. Но если на это не обращать внимания, то прикольно. Потому что огромная ванная комната. Две раковины. Забавно, смотрите, это тут зеркало. Вблизи, кстати, оно обколупанное. Но издалека смотрится прикольно. Потому что все выгибает в цветовой гамме. И стаканчик, и наша паста идеально сюда вписалась тоже. Горячая вода очень долго идет. В смысле, очень долго нужно ждать, прежде чем она пойдет. Но в целом она есть вроде без проблем. Ну, какие-то вот минимальные типы шампуни. И иногда нюхаю то, что в прошлом было одинаково налито. И туда, и туда. Здесь что-то разное. Лампа такая прикольная. Ну, конечно, самое крутое это вид и территория. И вообще общее впечатление. Как будто бы какое-то что-то, даже не знаю, европейские какие-то мотивы навевает. Ну, я считаю, что практически это севью. Да, то есть вот комната и вот это. Вон морюшка. Ну, вот это, получается, наш балкон. Хотя, на самом деле, вон там вот вход. И дальше просто продолжается уже территория отеля. Вот это я не знаю, что будет как-то техническая, может быть, комната. Там большой номер на две спальни. И вот остальные номера вот в этом зданице. Ну, как видите, вот в противоположность предыдущему отелю. Этот отель тоже маленький. Но здесь, наоборот, более пусто. Это мне, конечно, нравится. То, что там было больше номеров, меньше территории. Да, тот отель был более... Даже не знаю, как сказать. Но вот более по формату такой отельный. Не знаю, как объяснить. Ну, то есть там типа рум-сервис, ресторан. Все было больше такое, как будто бы выше уровнем. Но здесь при этом все выглядит намного мимишнее. Да, здесь всего, по-моему, четыре номера. Раз, два, три, четыре. Два на первом, два на втором и все. И все они, мне кажется, продаются как севью. Хотя, какое севью отсюда, я не знаю. Что-то вроде пляжа здесь есть, но он такой. Прям крошечный. Но можно в него выйти. Тоже миленькая. Конечно, вода тут местами грязная, но это океан. Это нельзя контролировать, потому что океан – это мусор, который в зависимости от течения приплывает. Это не значит, что этот мусор может быть даже не отсюда, но просто некоторые говорят, типа, вот, очень много мусора в Индонезии. Но, блин, этот мусор мог приплыть, не знаю, из любой другой страны. Просто это вопрос, с какой стороны течения. И сейчас покажу еще ресторанчик. Конечно, вот тоже, не знаю, как сказать, просто немножечко обшарпано, что ли. Но при этом мило. И еда довольно вкусная. Кстати, в прошлом отеле завтрак был просто на вкус отвратительный. Хотя еда по меню там была неплохая. Уже закончили завтрак. Так, завтрак закончился в 10.30 примерно. Вот, но на видео выглядит очень мило. И говорю, если присматриваться туда, конечно, там пыльно, не пыльно. Части по меню иногда нету того, что в меню есть. Но все равно очень симпатично. Я думаю, что за те деньги, которые это стоит, прикольно. Мы обычно сидим вот здесь. Завтрак, он получается вот с таким видом. Но я считаю, что это, конечно, очень здорово. Сюда можно даже спустить, и здесь нет пляжа. Там дальше начинается какой-то такой длинный кусок пляжа. По нему прям можно гулять. Очень горячо стоять. И да, как обычно, в этот, так называемый, ресторан, они даже сами называют, вот, бестронный ресторан, можно прийти, даже если вы не живете в отеле, например, на ужин. Мы сегодня пришли в кафе совсем недалеко от нашего ресторана. Я нашла его, как обычно, в Google-картах. Оно интересное тем, что здесь очень много местных. Цены приятные, но при этом все выглядит очень симпатично и аккуратненько. Я чек вам сфоткаю, потому что меня не сфоткала. Так, это кальмары. Не знаю, что я думала, это гребешки, но посмотрим. И два вида спринг-брово. С таким вот видом. Цивилизация просто оказалась, что где-то дальше у Будды найти супермаркет, в котором есть фрукты, овощи, там, или сыр, или алкоголь, это невозможно. Когда мы приехали сейчас на север, я нашла Пипита, он здесь один-единственный, и ближайший другой Губудя. Я просто была в восторге. Вот мы сейчас первый раз приехали, просто восторг. Восторг от супермаркета тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Если бы я была дельфином, я бы очень тщательно пряталась от этой толпы людей. Мне кажется, именно этим они и занимаются. Просто прячутся. Водитель лодки сказал, I'm sorry, Dolphin is not good today. Они были очень маленькие, очень миленькие. И не супер близко. Я два раза достала телефон, не успела я снять. Что мне не понравилось, то, что много лодок. И получается, все ждут, и когда дельфины появляются, они включают мотор и фигачатся этими дельфинами. Что, на мой взгляд, вообще не прикольно, на самом деле. Для дельфинов, ну, такое ощущение, как будто бы люди просто хантятся, этих несчастных дельфинов. С другой стороны, наверное, дельфины, может быть, достаточно умные. А может быть и нет. Не знаю. Может быть, они просто дразнят людей. Но если вы любите животных, вы заботитесь об их благополучии, то, наверное, я бы не стала заниматься таким развлечением, как посмотреть на дельфинов. Потому что все-таки выглядит немножечко дико гоняться за ними на лодке, согласитесь. Еще на территории отеля есть такая маленькая, миленькая вилла. Конечно, пляж. Но, кстати, он довольно чистый. Учитывая, что это океан. Вот так вот выглядит милее. Вот это уже отель. Ну, и путешествие на север, это была первая наша часть такого большого трипа по Бали. Мне кажется, мы уже посмотрели все-таки, наверное, все, что есть на Бали. Дальше Нусапенида. Очень знаменитый остров с красивыми видами, который я тысячу раз видела на картинке. Никогда там не была. И мы решили остановиться на одну ночь в отеле, где-то недалеко от Денпасара, и оттуда буквально 40 минут до порта на Нусапениду. Отель почему-то оказался суперстранным. То есть он как бы нормальный. Ну вот он странный. Я не знаю, как объяснить. Странная территория, странный въезд. На территории есть, например, всякие птички в клетках, там разного вида в основном курицы. Такие курицы, которых я никогда не видела. Ну, короче, не знаю, тоже оставлю вам ссылку внизу. Опыт странный. Зачем там останавливаться? Ну, вот только если там куда-то по дороге. Ну, и по пути, конечно, такая особенность, что когда вы едете в северную часть, вы почти любая дорога, ну, короткая более дорога, она лежит как бы типа через перевал. И там идут дожди очень часто. И предугадать, будет ли там дождь, невозможно. То есть, желательно, конечно, брать дождевики. И если у вас с собой какие-то вещи, то упаковывать их. Мы потом подумали, что хотя бы для сумки надо было купить, может быть, знаете, такой большой черный мусорный пакет, чтобы она не так сильно мокла, чтобы вещи не мокли. Потому что даже если едете одним днем что-то посмотреть, имейте в виду, что вот там вот в центре острова дожди намного чаще идут, чем по окраине. Ой, локоть есть. Да, локоть есть. Там как-то куда-то живо. Мы клевка попали под дождь. Сумка наша тоже попала под дождь. Не знаю, как там ноутбук внутри. И не знаю, что делать теперь. То ли переодеваться, то ли нет. Но там две гигантские летучие мышки. Здесь никак все равно не делают кофе. Но смотрите, какая есть штука. Во-первых, забавно, что лапшу можно заварить. Кофе типа Нескафе. И есть вот такая вот фигня. Суматра. И разные другие сорта. Сейчас я попробую. Может быть, это не гадость. А может быть, гадость. Сейчас, смотри, вот тут, значит, сахар. Трубочка. И само кофе. Я все время ругаюсь, что здесь нет 7-11 с нормальным кофе. Но зато вот в этих альфа-мартах, по-моему, даже в ума-мартах, есть туалеты. Что очень прикольно. Почти, ну, может быть, не во всех, но во многих. Еще удобно, что, видите, там есть эти значки. То есть, когда вы едете, вы можете сразу посмотреть, есть ли то, что вам нужно в конкретном супермаркете. Вот в этом, например, да, есть туалет и что-то еще. Ну что ж, сверху были кофеинки, очень неприятные. Но просто, как я их съела, кофе очень даже неплохой. Прям выше среднего, учитывая, что он просто заварен кипятком. Так что рекомендую. Боже, посмотрите, здесь продаются маленькие. Боже, сосисочки. Это так мило. Оцените, возле парковки есть указатель, но на нем нет слова ресепшн. Мы спросили у дяденьки, который не похож, что он говорит по-английски, но он сказал туда. И попали мы в тот же ресторан, только с другой стороны. Это какая-то дичь просто. Чувак, явно не понял, что мы хотим. И отправилась не туда. Похоже, мы просто приехали не с той стороны. С нужной стороны все выглядит немного лучше. В общем, называется отдельный вход. Ага, я сейчас могу вам проверять, насколько мокрые вещи в нашей сумке. Типа с кровати вид на сад. И это все. Это все. Батром. 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 Громко. Так же. все что на вешалках все очень мокрое но в принципе это окей больше всего волновалась за ноутбук собственно вывод по поводу севера если вы любите посмотреть вот мне просто было интересно посмотреть как там дельфины спорное развлечение ну и по дороге на яву если у вас есть возможность желание съездить можно но не могу сказать что там супер что то есть там есть заповедник еще в котором олени есть отели классные прям в этом заповеднике но они в основном 5 звезд вот туда мне кажется интересно съездить тоже но если у вас достаточно время если времени мало и сомневаетесь то после этого видео надеюсь у вас останется представление стоит ли ехать на север или нет надеюсь это видео было вам полезно подписывайтесь на мой канал там очень много про бали очень много про пхукет также у меня есть гайд по пхукету гайд по бали как я уже сказала скоро будет гайд по филиппинам и будут новые видео про филиппины вообще страна очень неоднозначная это вам такой спойлер поэтому подписывайтесь переходите по ссылочкам берите гайды и увидимся с вами в следующих видео. А любые вопросы и еще больше полезной информации есть в моем бесплатном телеграм-чате по путешествиям. Тоже ссылочку оставлю внизу. Пока-пока.